приветствую вас мои дорогие друзья меня зовут Лилия Донскова и сегодня мы пойдем в гости вот к этому черному чемоданчику внимание черный ящик он очень тяжелый буквально неприподъемный и этот чемоданчик наполнен лаками для ногтей и кстати гвоздь сегодняшней программы это лак от Reflame серии the one его код 34664 для тех кто будет интересоваться он действительно потрясающий очень красивый и на мой взгляд мне кажется его еще можно заказать в каталоге потому что это одна из моих недавних покупок и так почему здесь еще стоит одна коробочка отдельная дело в том что лаков настолько много и когда я хочу накрасить ногти и начинаю искать какой-то оттенок и я просто теряю кучу времени поэтому в эту коробочку я отложила несколько продуктов которые просто необходимы для того чтобы сделать маникюр то есть такие отдельные тюлики их видно они с белой крышечкой я вам сейчас покажу поближе и здесь же лежат несколько лаков которыми я хочу в ближайшее время краситься то есть я например продумываю какой-то гардероб то что я буду одевать и откладываю несколько лаков но самый популярный у меня лак золотистый он называется холодное шампанское и буквально вчера я его отправила в добрый путь потому что он закончился и я даже не оставила его чтобы вам показать но и заказать его уже тоже к сожалению нельзя а сейчас мы с вами перенесемся в этот волшебный чемодан кстати чемодан мне подарила компания арифлейм он назывался beauty case он действительно кейс потому что его можно носить за ручку через плечо он выдерживает огромные нагрузки и здесь он полон лаков ну что давайте посмотрим так давайте начнем с этой коробочки и я сначала покажу свои любимые средства для маникюра маникюр я делаю сама я использую в маникюре обязательно масло двухфазное его надо так сбултыхивать и смазывать кутикулу после обработки или просто я иногда чувствую сухость я смазываю этим маслом и оно мне очень-очень нравится это средство для покрытия ногтей ногтевой нет подождите это гель я еще их путаю они некоторые похожи да это базовое покрытие пленка пленкой я перестала пользоваться потому что мне показалось что она истончает ноготь и я ее бросила но на самом деле очень удобная штука красишь пленку сверху лак надоел лак берешь так снимаешь вместе с пленкой очень удобно что не надо стирать но вот ногти мне стали кажется портиться так что это это закрепляющее покрытие для лака так это база на ноготь то есть не маза а лечебное средство для того чтобы ногти восстанавливались вот этим пользуюсь постоянно невероятно нравится вот увидите у него такой серневатый цвет так здесь это мое любимое средство видите у него тут шашечки такие это средство которое позволяет быстро высушить лак вот например я сейчас накрасила ногти очень толстым слоем здесь два слоя сверху покрыла этой сушкой и моментально лак высох мне не надо долго ждать мой любимый вариант это корректирующее средство пользуюсь им очень редко не оценила я его по достоинству хотя многие пишут что оно очень крутое для чего оно нужно например нанесла вот лак вот сейчас и смазала чуть-чуть не дала досохнуть очень толстый слой смазала и надо этим средством сделать три движения смотрите беру кисть провожу прям при вас получится или нет раз нанесла да вот ну давайте весь ноготь потом в эту сторону горизонтально 2 3 еще раз вертикально ну вытянул действительно вот эту тут сборки все складки он действительно растянул но редко я им очень пользуюсь вот буквально два-три раза он меня спасал я не знаю я бы конечно может всего бы и не купила но так как я люблю все новое и пробую и записываю обзоры то оно мне было просто необходимо так что здесь еще у нас для ногтей есть такое покрытие фиолетовое оно абсолютно прозрачное но если его покрыть и пойти в клуб где неоновый свет то ногти будут светиться в темноте и это наверное прикольно но я не хожу в клуб зачем я его купила я не знаю но мне все надо я девочка по имени все хочу 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 и здесь несколько лаков которыми я вот хочу попользоваться я их отложила специально отдельно два одинаковых надо их использовать эту засохнут и так коробку убираем лаки которыми я вот сейчас буду пользоваться надо использовать розовый сейчас лето как раз я их чуть-чуть загореть и буду пользоваться мне безумно нравится этот клейверный лак обожаю красный кстати давно не красилась но очень хочу вот эти блестки к сожалению они уже прям подсыхают я отложила чтобы еще хоть раз ими покраситься и тоже выкинуть флакончик очень люблю вот такой вот лак по-моему его нельзя уже заказать но у него такой а может быть можно у него такой деликатный оттенок то есть он такой благородный классный клевый и летний вариант вот этот мятный я его замешиваю с любыми оттенками например мятный зеленый мой любимый вариант мятный и розовый я бы чаще всего с таким ходила то есть я его беру с любым оттенком у таких летних веселеньких сиреневый можно взять и он со всеми смотрится просто роскошно кстати потрясающий желтый светлячок такой светится так это тот лак который у меня сейчас на ногтях я его показывала и давайте переберемся в чемоданчик что у меня в этом чемоданчике как все устроено немножко вам будет плоховато видно то есть давайте вот здесь вот под карманом здесь вот карман у него поставлю под карманом я прячу всякие наклейки мне подарила подруга целую кучу всяких всяких наклеек и кстати иногда ими даже пользуюсь но лень на самом деле лень так знаете как бы ловство и там вот они у меня лежат в этом отсеке в пилке такой маникюрный набор на батарейках как не обрезной маникюр делать и мой любимый наборчик такой весь уже видавшие виды тоже от oriflame которым я вот в основном пользуюсь я им обрабатываю ногти так здесь у меня лежат блестки с aliexpress выписанные всякие штучки где-то еще один есть наборчик сейчас найду тоже редко-редко пользуюсь потому что надо кропотливо посидеть прилепить отлепить поэтому вот но очень хотелось попробовать одно время дочка ими пользовалась но сейчас лежат пока без дела есть кстати даже наклейки от oriflame это кружево я даже одну использовала и вот одна у меня осталась но все-таки красиво смотрится на длинных ногтях а так как у меня сейчас ногти короткие в основном всегда вот лежат ждут звездного часа или кому-то отдать надо но пока никто не спрашивал так посмотрим какие у меня лаки я честно говоря даже не представляю сколько у меня их никогда не считала но нужно когда выходит новая коллекция лаков нужно просто залазить в этот чемоданчик и увидеть что о все достаточно лаки брать я не буду так черный лак абсолютно черный синий эта серия вы видите да что их уже нет это была ситуационная такая серия на разовом может быть двух-трех каталогах вот обожаю этот васильковый оттенок но его уже тоже сняли с производства он шикарно смотрится с розовым так буду прям пачками писать смотрите еще мятный вот туда мне столько жадность жадность я кстати сейчас с вами пообщаемся я их переберу те которые высохли я их просто выкину в пустые баночки в следующий раз покажу какие отобрала невероятно красивый зеленый оттенок у меня точно такого цвета пуховик и когда я им красила одевала этот пуховик мне так нравилось то что они вместе здорово так смотрелись мои любимые оттенки фиолетовые такие вот и даже ярче надеюсь сейчас он нам попадется если он еще остался я одно время только ими красилась такой лак тоже можно еще приобрести это 10 в 1 маленький флакончик но они такие миленькие хорошенькие мне понравилась куча оттенков и я их туда помните 2 или 3 даже заказала так вот такой есть розенький color box даже так это же действующая да у нас а нет у нас он color сейчас серия здесь какой красавчик рыжик тоже с мятным очень красиво смотрится масса красных оттенков хочу их так класть чтобы они рядом были как-то их чтобы видно было какой-то красивый цвет арбузный не помню арбузный что ли он назывался так все закончим одну половинку перейдем к другой еще один желтый но это кстати желтые разные смотрите вот этот желтый очень красивый на ногтях деликатно так вижу что уже совсем сухой я его отставлю нет пусть лежит для красоты а этот желтый цыплячий прям то есть он какой-то вот прям для подростков поэтому я их набрала но не красилась вот он мой любимый изумрудный кстати вот вот этот он видите высох и его уже не видно что он такой вот был а может быть это разные очень крутые лаки из giordani gold несколько тоже у меня есть оттенков еще один рыжий рыжих много еще один мятный слушайте это просто уже можно сказать хомяк который не знает меры классный такой сероватый оттенок тоже я много красилась вы знаете я иногда залипаю на каких-то лаках я ими крашу крашу постоянно потом переключаюсь на другие эти забываю потом выходят новые коллекции я их тоже хватаю беру все ну посмотрите сколько желтых а еще один точно такой же надо их вот так ставить а то они все не поместятся те которые родственники пусть стоят вот так вот рядышком просто понимаете да родственники это значит одинаковые оттенки и вы родственники и вы родственники то мы тут все не вместимся так вот тоже здесь в одном такой голубоватый супер просто лак красивый еще один giordani тоже благородный оттенок прям вот обожаю такие цвета когда не знаешь что накрасить или не знаешь что будешь носить какой будет гардероб то это нейтральный цвет тот который можно с любым вариантом одежды сочетать а это я даже не помню что это за лак неоновый да тоже для дискотеки значит вы знаете он был очень прозрачный вы красишь три слоя его все равно не видно практически я им не красила мне не понравился он в этом плане так что здесь вот обожаю такие вот оттенки легкие золотистые какие-то чтобы они были их не видно если вдруг испортился маникюр то никто не заметит даже потому что он прям невидимка невидимка такой оп так поставим смотрите что у меня есть салатный салатный лак а вот этот лак хитрый такой вот смотришь на тюбик ну что-то непонятное с крапинками а он какой-то здесь внутри оказался такой фиолет я не знаю просто просто очень красиво особенно на ногах педикюр такой прям эффектный на солнце все переливается очень мне нравился этот лак надо им тоже будет краситься так еще один сиреневый вот смотрите он у нас здесь вот этот шикарный оттенок я его называю как-то забыла пионовый ну просто очень красивый глубокий цвет такой прям вау вау прям тоже его люблю так что здесь а вот смотрите вот этот лак и вот у меня точно такой же вот здесь родственники идите сюда вот мой любимый фиолетовый и у меня их тоже должно быть несколько штук значит будут или уже закончились я их выкинула но дело в том что одно время я действительно вкрасила постоянно этим цветом и мне нравилось пару ноготочков делать вот этим желтым знаете что это комплементарные оттенки фиолетовый и желтый и они друг друга усиливают как бы красоту а в замесе они ужасно некрасивые то есть в акварели это красиво такой цвет вообще как бы в жизни если например в одежде это будет некрасиво а если их рядом разлить да вот так то это очень красиво просто богатство у меня есть какие-то лаки которых уже и в помине нет смотрите сколько у меня этих лаков а вот диван а вот еще один 10 в одном какой-то необыкновенный цвет я про него уже забыла и если бы не вы и вот не эта экскурсия в наш сундучок я бы честно говоря и сейчас бы набрала опять новых лаков а про те бы и не вспомнила которые уже есть сейчас все никаких покупок и только пользуемся еще один мятный вы посмотрите он полный его надо размешать и просто обалдеть сколько у меня мятных 4 лака это нормально по-вашему естественно все забывается и когда делаешь заказ и тут видишь выскакивает лак за 79 рублей мой любимый цвет а может у меня такой есть но я не помню но неважно пусть будет еще один вот у меня так я не знаю как у вас но я такая хапуга и я думаю это же недорого я могу себе позволить а смотрите что у меня есть вы наверное даже такой не помните не помню в какой это было коллекции но это было очень давно такая японская тема лак шикарный вот просто шикарный смотрите какой цвет но он уже конечно высох и я просто действительно выкину этот флакончик очень мне он нравился но даже его я не использовала при том что он просто необыкновенно хорош с собой и красивый дизайн кстати да вы видите что у всех лаков дизайн одинаковый в общем-то ничего ничего такого интересного а этот сразу выделяется есть белый лак и еще один васильковый где он тут наш родственник вот он белый лак я обожаю смешивать с синим например я беру капаю на ноготь несколько капель белого несколько капель синего и зубочисткой их немножечко замешиваю не совсем а как бы соединяю разводы делаю и получается как гжель знаете как здорово попробуйте можно взять черный с белым будет эффект зебры тоже делаю редко если вы видите что на самом деле на это просто не хватает времени а это черный блестящий представляете черные ногти как будто их прибили молотком вот но это же мода была такая мода да мы все это делали вот так переворачивать может быть даже все по месте вот моя любовь такие золотистые приятные оттенки чтобы вот они не отвлекали не надоедают вот похожи вот этот и вот этот очень похожи между собой а это как-то более в розовый супер цвет надо его сейчас взять и им красит ногти нету здесь такого мне кажется вот его родственник лежит ну да похож а нет это вот этого родственник сюда идем так что здесь еще один 10 в одном вот вы видите сколько я их набрала я вижу вот один еще здесь были штуки 4 ну ну кто из нас самый большой хомяк вот еще один такой лак вы наверное не помнитесь прям серебрянка серия very me который уже в помине нет и еще есть вот такой тоже это была very me красненький вот он какой-то прозрачный был я люблю один слой темных оттенков я яркие сочные их кладу один слой и все они никогда не полосят ничего нет но в этих же какая-то прозрачность поэтому они мне не зашли а вот этот лак невероятно красивый какой-то он там морской я не помню бриз но он прозрачный его красишь красишь а его и не видно вот этой красоты во флакончике он очень хорош а там на ногтях оказался как-то прозрачный еще один the one ой как он мне нравится вот этот лак я сочетала вот с этим они были в одной коллекции вот эти блестки и вот этот темный такой красивый шоколад прям вот нереально без рыжинки без всего и некоторые можно было покрыть вот этими блестками это так эффектно смотрится у меня буквально просто выдирали эти лаки но их сняли с производства и больше их уже не купить родственник иди сюда а вы тут рядышком ложитесь ну как вам моя коллекция вы еще не в шоке и это еще не все вот такие цвета я вообще не люблю вообще это не мое не помада не лаки но этот лак у меня под определенную одежду то есть у меня есть одежда в таких тонах и я просто иногда стараюсь сделать так чтобы лак сочетался с одеждой тогда еще красивее еще один 10 в одном ну что это такое вот настолько они мне понравились видите я их набрала целую кучу иди сюда ты иди сюда тоже 10 в одном ты иди сюда вот они смотрите уже нашла по-моему все собрала просто чтобы они все вместе лежали и вот еще дай а нет это за ван просто 1 2 3 4 лака из одной коллекции вот так вот я протестировала они мне очень понравились а это что-то прозрачное даже не помню что это наверное какое-то покрытие может быть для лака я не знаю что это да это легкие блестки не сильные легкие блестки но видите они тоже не использовались до конца как-то странно некоторые лаки остается немножечко они подсыхают а некоторые остаются такими же вот жиденькими и хорошенькими и еще один золотой ну он похож вот с этим они разные да этот хамелеон такой как майский жук а это просто чистое золото мне кажется я где-то такое видела уже нет нет ну ладно пусть лежит и белый перламутровый тоже как покрытие как отдельный лак для французского маникюра тоже хорошенький но его тоже уже не купить а есть у меня еще вот такая штука это было прям специально для французского маникюра он абсолютно нестойкий высох я ленивая делать французский маникюр мне лень ой я даже его открыть не могу но суть в том что им красишь кончики и надо обязательно сверху прокрывать другим лаком потому что иначе он просто смоется то есть он такой нестойкий какой-то был на мой взгляд но тоже прикольный филакончик небольшой такой 400 миллилитров использовал и выкинул мне такие лаки нужны маленькие чтобы быстро использовать вот и все я вам показала какие мы с вами молодцы добрались таки до моей коллекции я даже боюсь их считать если честно но если вы их видите все вы можете сами посчитать и напишите мне потом сколько же у меня лаков так отодвинуть чуть-чуть сколько у меня лаков вы насчитали и сравним ваши ответы помните про родственников которые просто стоят рядышком но у меня сейчас остается задача все это перебрать выкинуть пустышки и отложить на лето новую коллекцию которой буду сейчас пользоваться и хотя бы я буду их видеть и я вам торжественно обещаю делать более обдуманные покупки и прежде чем покупать новый лак я конечно же залезу сюда и посмотрю вдруг у меня есть такой оттенок и мне этого будет достаточно друзья мои спасибо вам за внимание люблю вас обнимаю до новых встреч нас впереди ждут еще некоторые экскурсии в нашу ванную в гардеробную на наш склад продукции так что подписывайтесь на наш канал будет интересно до новых встреч пока пока